Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – беседа о хлебе, сошедшем с небес. Часть первая. Я есм хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 28 по 40 стих. Беседа Господа Иисуса Христа с иудеями о нем, как о хлебе, сошедшем с небес, происходит в Капернаумской синагоге, после того, как ученики переправились из Вевсаида в Капернаум, а Господь Иисус Христос прошел по водам Галилейского озера. Перед этой беседой Господь Иисус Христос на вопрос, как ты здесь оказался, говорит иудеям, «Заботьтесь не о пище тленной или гибнущей, но о пище, которая пребывает в жизнь вечную и которую даст вам Сын Человеческий». Соответственно, сама беседа происходит уже в Капернаумской синагоге. В настоящее время в Капернауме можно видеть синагогу более позднюю, однако построенную на фундаменте той самой синагоги первого века. Соответственно, иудеи, когда Господь сказал им о пище нетленной, пребывающей в жизнь вечную, спрашивают его. 6 глава, 28 стих. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Спрашивают так, потому что понимают, если им будет дана особая духовная пища, то будет дана потому, что они угождают Богу. Эта пища дается по той причине, как они думали, что они делают какие-то конкретные добрые дела, в том числе исполняют закон Моисеев. Но ответ Господа Иисуса Христа парадоксальный. 29 стих. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Тем самым Господь хочет сказать, вы надеетесь стать праведными, быть признаны праведными Богом через исполнение множества конкретных дел, в том числе дел закона Моисеева. Но это все вторично по отношению к самому главному делу Божьему, который вы можете сделать, веровать в того, кого Он послал, то есть веровать в Меня. И вот далее беседа Господа с Иудеями распадается на две части. В первой части Он будет говорить о том, что Он есть Сын, равный Отцу, и поэтому та пища, которую Он дает, Он дает как Бог. А во второй части беседы Он будет говорить о себе как о воплотившемся Боге, как о чистом безгрешном человеке. И поэтому раскроет парадоксальное свое заявление, как же Он может напитать этой пищей евреев. Итак, в первой части беседы Иудеи спрашивают, какие они могут творить дела. Господь говорит, веровать в Меня. Тридцатый стих. На это сказали ему. Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Немножко странный вопрос, если учесть, что многие из этих людей присутствовали при чуде насыщения пяти тысяч человек пятью хлебами. Однако странность этого вопроса проясняется в следующем стихе. Тридцать первый. Отцы наши Ереманну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Тем самым Иудеи хотят сказать, да, ты показал нам необычное чудо. Однако, если ты утверждаешь, что ты Мессия, то в соответствии с их представлениями, ты должен сделать не меньше чудес, а даже и больше. И чудеса эти должны быть более значимы, чем чудеса Ветхого Завета, например, нашего законодателя Моисея. Раз ты считаешь, что веровать в тебя важнее, чем исполнять дела закона Моисеева, вот и докажи, покажи, что ты больше Моисея. А Моисей давал нам манну с неба. Мы с вами знаем, что речь идет о чудесном насыщении Богом евреев в пустыне перед вхождением в землю обетованную. Это описано в книге чисел, когда выпадала некая манна. Манна по вкусу напоминала лепешку с медом, а по виду была как смола бдуллах, то есть такого золотисто-светлого цвета. Эту манну можно было собирать, кушать, ее можно было варить, жарить. На солнце она таяла в пятницу, ее собирали вдвое больше, чтобы в субботу не собирать, ибо это день покоя, и в субботу манна не выпадала. А выпадала она иногда как дождь, иногда как роса. То есть это было необычное явление, которым Бог питал евреи в пустыне. И поскольку это явление было в высшей степени чудесным, показывавшим промышление Бога о еврейском народе, мы с вами знаем, что Моисей повелел примерно два литра манны поместить в святых скини. И вот логика евреев такова. Чтобы веровать в себя, мы должны увидеть знамение чудеса не хуже, чем были чудеса во время Моисея. 32 стих. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Господь подчеркивает, вы сравниваете меня с Моисеем. Хорошо, я сейчас покажу вам, что я больше Моисея. Во-первых, то, что была манна, это не заслуга Моисея. Сам Бог, Отец давал вашим предкам манну с неба. А Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. И далее объясняет, что значит истинный хлеб с небес. 33 стих. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Конечно же, имеет в виду себя, потому что это Он сошел с небес, и Он дает жизнь миру. Но говорит здесь о себе, как о том, кто сошел от Отца. Говорит о себе и постепенно возвышает их мысль о себе, как о Боге. 34 стих. На это сказали Ему. Господи. Ну, конечно, там по-гречески стоит кирия, и можно перевести господин. Мы переводим господи, если предполагаем, что тот, кто этот термин греческий произносил в свое время, видел в Иисусе Христе Сына Божьего равного Отцу. Но поскольку пока еще евреи, как мы видим, сопротивляются, они еще пока не видят в нем Сына Божия равного Богу, то здесь можно перевести господин, а в греческом языке форма одна и та же кириус. Господин, подавай нам всегда такой хлеб. Они все-таки продолжают мыслить именно в материальных плотских образах. Они думают, что он говорит о себе, что он уже однажды их накормил и будет кормить их еще и еще, не обращая внимания на его оборот, что хлеб истинный сходит с небес. 35 стих. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. И вот здесь он уже прямо указывает на себя. Он хочет сказать, вы мои слова поняли как то, что я буду вас вновь и вновь кормить, но это поиск вами чуда, чудо материального, чудо чувственного. А чудо чувственное отличается тем, что никогда человек не может им удовлетвориться. Если один раз увидел чувственное чудо и именно на него ориентируется, в следующий раз захочет большего, еще большего и так далее. Я же вам говорю совсем о другом. О вере в меня и о том, что я и есть тот самый хлеб, который сходит с небес. Я есмь хлеб жизни. А дальше указывать, что это иной хлеб. Если бы мы с вами оценивали человека с точки зрения современной техники, мы могли бы констатировать, что мы с вами очень несовершенны. Потому что если наш мобильный телефон держит зарядку менее суток, мы уже начинаем возмущаться, огорчаться, роптать и так далее. Но сами мы не можем не вкушать пищу более чем несколько часов. Позавтракали, надо пополничать. Пополничали, мы обедаем. Надо еще раз пополничать, поужинать. Ну, а кто-то и перед сном что-нибудь поест. И поэтому мы с вами постоянно едим. Мы постоянно голодны. И более того, страсть, которую наши церковные подвижники называли чревоугодие, страсть действует таким образом, что человек, когда приучает себя есть все больше и больше, даже на физическом уровне, желудок растягивается, организм распухает и требует все большего-большего количества пищи. А Господь говорит, я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет испытывать голод, а верующий в меня не будет жаждать никогда. Речь идет о другом, о духовном состоянии. Потому что, как есть у нас потребность в хлебе материальном, так у нас есть потребность и в хлебе духовном. 36 стих. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Христос подчеркивает, вы специально плыли из Вевсаиды, а кто-то даже из Тиверии, Вевсаиду и назад сюда, в Капернаум, для того, чтобы меня увидеть. И вот вы меня увидели, ждали материального хлеба, плотского, но теперь, когда я говорю вам о духовном, вы мне не верите. 37 стих. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. И вот в этом стихе Господь хочет до них донести такую мысль. Но чтобы прийти ко мне, нужно быть призванным Отцом. Все, что дает ему Иисусу Отец, те, кто к нему приходят, не будут прогнаны вон. 38 стих. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Я бы вас, может быть, и накормил, если бы хотел лично прославиться, если бы хотел действительно царствовать и властвовать над вами, потому что в таком случае я бы проявил свою волю. Но послан я Отцом с другой целью, с целью нахормить вас духовно и творю его волю. Поэтому однажды вас уже накормил обычным материальным хлебом, а теперь услышьте, что вам необходим и хлеб духовный. 39 стих. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Или можно перевести с греческого восставить, воскресение как восстановление. А воля Отца Небесного заключается не в том, чтобы вновь и вновь кормить евреев, а заключается в том, чтобы все, кто придут к Иисусу и уверуют в Него, не были бы погублены. То есть Господь Иисус Христос, даруя благодать, даруя хлеб жизни, который пребывает в жизнь вечную, таковых людей, верующих в Него ограждает от погибели, и все то воскресить в последний день. И всех верующих в Него воскрешает в последний день. Но ведь все будут воскрешены, потому что будет всеобщий суд. Да, все будут воскрешены, но далеко не все будут воскрешены для жизни вечной, а здесь Он имеет в виду именно это, чтобы не быть погубленными, но быть воскрешенными в вечную жизнь. Сороковой стих. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. А вот теперь уже Господь указывает на то, что Он хлеб, потому что Он истинный Бог. Ибо только Бог может воскрешать, и Он готов насытить духовно, но для этого требуется вера. Однако если есть вера, то тогда будет и воскресение из мертвых, и приобщение к жизни вечной. Вот в этих словах Господь указывает на Себя, как на истинного и Сына Божьего, равного Отцу, и на истинного Бога. На того, кто может и оживлять, и приобщать к жизни вечной, и воскрешать. Потому что Он есть истинный Бог. Соответственно, это парадоксальное утверждение может быть понято в том смысле, в котором оно понимается в некоторых монотеистических религиях. Да, действительно, Бог может своей благодатью человека оживлять, и поэтому необходимо молиться Богу. Бог будет поддерживать человека, показывать это в жизни. Но оказывается, вот этим всем не ограничивается учение Господа Иисуса Христа. Оказывается, Он хлеб, дающий жизнь в прямом смысле. И вот во второй части беседы с иудеями, Он и скажет, как это возможно, чтобы не только воскрешать, не только приобщать к жизни, но и дать себя на вкушение верным. Это будет во второй части беседы Господа Иисуса Христа с иудеями в Капернаумской синагоге. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.